Запретили турецкую продукцию. С первого ядваря жители России уже не смогут купить фрукты и овощи производства Турции. Об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале нашей программы. Ограничить ввоз овощей и фруктов из зарубежных стран через Белоруссию предлагают специалисты Россельхознадзора. Причиной такого решения послужило выявление у товаропроизводителей поддельных фитосанитарных сертификатов. В основном нарушители российского эмбарго подделывают сертификаты Турции и Марокко. За текущий год специалистами было зафиксировано более 400 фальшивых документов на продукцию растениеводства, на которые белорусские коллеги выдавали разрешающие документы. Подделываются также сертификаты Македонии, Туниса, Сербии, Израиля, Бразилии, Эквадора и Чили. Между тем, 1 декабря премьер-министр страны утвердил список продуктов, запрещенных для ввоза в Россию из Турции. Этот перечень включает в себя овощи, фрукты, ягоды, мясо птицы, в том числе субпродукты, а также соль и свежие гвоздики. Ограничение вступит в силу уже с 1 января 2016 года. Героев труда освободят отплаты за капремонт. С такой инициативой вышли депутаты Государственной Думы. Эта категория граждан пользуется определенным пакетом льгот, которые на оплату капремонта не распространяются. Народные избранники убеждены, Героев труда необходимо вовсе освободить отплаты этой услуги. Стоит отметить, что ранее премьер-министр страны принял решение снизить вдвое ежемесячные взносы за капремонт для инвалидов 1 и 2 групп, семей с детьми-инвалидами, а также лицам старше 70 лет. А граждане за 80 будут полностью освобождены от таких платежей. Повторных телефонных террористов будут судить строже. С инициативой ужесточить наказание в случае повторного заведомо ложного сообщения о теракте вышли депутаты Государственной Думы. Народные избранники предлагают увеличить рецидивистам уголовную ответственность до 7 лет лишения свободы с выплатой штрафа до 2 миллионов рублей. Ужесточить ответственность предлагается в связи с участившимися случаями подобных преступлений. Только с января по октябрь 2015 года в стране принято более 1200 заведомо ложных сообщений о терактах.